Друзья, всем доброе утро! Прекрасно провели эти два дня в деревне. Даже успели съездить в Калязин. По знакомым местам, так сказать, Золотого Кольца прогулялись. Прикольно. Сейчас я еду уже в сторону Дмитровского района. Точное название не помню, но помню, что называется СНТ Карбонат. Карбонат. Смешное название, точно. Еду, буду там часа через 2,5-3. Девчонки, наверное, уже будут там на месте, я надеюсь. Или мы приедем прямо одинаково. Так что я пока в пути. И вы присоединяйтесь ко мне в дорогу. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Так, ну вот, все. Каких-то 250 километров где-то это 3 часа. И все, я приехала. Машина со мной здоровается. Я ухожу и закрывается... Подхожу, открывается. Зеркала, я имею в виду. Так, вот этот вот участок Катюхин. Он пока закрыт. Девчонок нет. Вот, видите, закрылись. Так что пойду чуть-чуть пройдусь. Они приедут на полчаса попозже. Пойду чуть-чуть прогуляюсь. Она сказала, что при въезде там был какой-то магазинчик. Может быть, там есть кофе. А то я так пить хочу прямо. Может быть, чайку или кофейку. Может, мне что-нибудь нальют там. Ну, доехала просто, легко. Ничего сложного. Правда, есть, конечно, на дороге дебилы, которые решают обогнать по обочине на скорости 90 километров в час. И при этом потом понимают, что они обогнать в итоге не могут. Начинают тебе, то есть мне начинают сигналить, например. Или там кому-то, кого они обгоняют. Сигналить, типа, уступите, дайте мне как-нибудь тут влезть. Офигеть вообще. Ой, что за люди. Ой, какая красота. Сейчас покажу вам. Тюльпан. Как мне нравятся тюльпаны. Это же классные весенние цветочки. Так здорово. Ой, сколько их много. Ой, а вот это вот наверняка, вот все, что вдоль решеточки, это наверняка какие-то кустики, которые будут потом цвести, расти там и так далее. Будет живая изгорит. Смотрите, сколько тюльпанов. Обалдеть. Как классно. Боже мой. Молодец. Катюха. Купила участок. Будет строиться. Посмотрим, может быть, погода, кстати. Кстати, погода наладилась. Очень хорошая. Жаль, что предыдущие пару дней так себе была погода. Я даже Катюхе ничего толком не помогла на участке. Обычно я всегда, когда приезжаю, сегодня тебе помогает покопать, порыхлить, ну не знаю, что-нибудь. То есть у нас получилось только развлекалово. Но все равно, Катюха, спасибо тебе большое. Классно провели эти пару дней. И бобры, и лоси, и все на свете. Правда, бобров-то не было в итоге, но все равно. Плов, рыбалка. Кстати, я очень боюсь червей. Так что для меня это была целая катастрофа насадить на крючок червя. Я Диму просила, он сказал, нет. Сама, сама. Удочку. Единственное, что он мне закидывал в удочку. Это единственное, что. Я потому что закидывала двумя руками. Он, куда ты, господи, надо одной рукой. Ой. Ну, прогуляюсь. Чуть-чуть. Подожду, девчонок, тут. Они, скорее, минут 30 еще ехать. Какая красота, а. Ой. Какие люди молодцы. Все сажают, ухаживают. Ой, обалдеть просто. Здорово, красиво. Пойду до магазинчика. Посмотрю, что там у них за ассортимент. Вот оттуда вот я пришла. Вот там знак. Вот от этого знака. Сюда я чуть дошла вперед. Ну, господи, каких-то, не знаю, тут. Сто метров, наверное, может, даже меньше. Я так предполагаю, что вот туда, вот в ту сторону, куда держу камеру, а это как раз съехать в сторону Москвы, я так думаю. Вот торговый дом. Тут даже есть Валдберрис, господи. Ничего себе. И вот здесь, ой, а зон есть, ничего себе. Вот стройматериалы. Это какой-то торговый домодородный называется, аптека, продукты. Пойду зайду, может, тут где-нибудь кофе продают. Чисто попить. Молодежь идет. Что-то, мне кажется, слегка пьяненькая. Сад, огород. Что еще тут? Вроде все. Мало ли, может, тут есть кафе. Пойду зайду. Представляете, зашла в магазин, спросила про кафе, а мне говорят, кафе здесь нету. Ну, как бы, а я говорю, мне чист кофе попить. Сказали, сейчас сделают. Я даже удивилась. Ну, ладно, что, сделают и сделают. Здорово. Похожу пока тут. Какой-то магазин, какой-то как склад какой-то. Что-то тут так всего много. Обалдеть. А, он тут, видимо, соединяется. Это, вот, соединяется. И сад, огород. То, что я видела со стороны улицы. Да, точно. Посуда. И сад, огород. Точно. Ну, ладно, что. Очень даже хорошо, что они сделали чай. Я рада. Вот это так пить охота вообще. А у меня, по-моему, даже воды нет. Поэтому, не, вода есть простая в машине. Пойду посмотрим, может, они уже у меня делают что-то. Тут у них небольшая отделка отбасы, сыры, все вместе. Рыба, консервы. И вот тут прям черно-по-белому, горячие напитки. Кофе растворимый, чай. Он прям стоит у них. Мне уже наливают кофе. С молоком, с сахаром, все дела. Прекрасно. Я взяла курасон с карамелью. Как хорошо я живу. Может, что, колбаски купить? Мне кажется, я есть так хочу. Или нет, не буду покупать. А то девчонки приедут, а я уже наелась и напилась. Какие тут уже, знаю, шашлыки. Я сейчас там увидела в холодильной камере, ну, на витрине, колбас термометр. Зашла в сад огород и прикупился термометр. Пока мне там чаи наливают, кофеё. Чаю, кофеё. Вот, нормальный такой. Приклею себя с той стороны улицы. А то хочется иногда, чтобы было видно, какая вообще температура. Прикольно. Так, где опять выход? Прямо я так удачненько зашла. И чай, и кофе. И ещё термометр в придачу. Сказали, что можно карточкой рассчитаться. Так что, классно. Тут прям ещё при входе магазина есть столик. Так что, вообще прям, не дадут умереть, не дадут. Термометр прям вообще я давно хотела купить. Всё, никак не могла в Москве. Найти. Сейчас ещё девчонкам позвоню. Кинуем фотку. Вот, как я тут их сижу, дожидаюсь. Девчонки прям вот-вот сейчас подъедут. Смотрите, у них тут детская площадка есть. Прям при въезде, вот. При въезде и сразу детская площадка. Вон там какой-то водоём. Так что, может быть, там и плавать можно. Будет у Катюхи по этому поинтересоваться. И вообще, как она нашла это местечко. Я вот ещё пока кофе тут допиваю. А они прям вот-вот должны подъехать. Наташка там ржёт. Я им в селфи отправляю. Что я сижу в магазине за столиком с кофе. А они там ржут. Говорят, Ир, тебя как приняли-то как звезду Ютьюба там? Всё нормально? Я говорю, да, нормально. Даже красную дорожку расстелили. Шутка, конечно. Ну, где они? Ну, где они? Прям вроде должны вот-вот приехать. Ну, ладно, я потихонечку пойду. Буду их ждать. Я думала, может быть, прямо у дороги встречу. Но что-то, видимо, не получилось. Что-то не так пошло. Дойти надо вот до той машины. И там дорога уходит вправо. Прямо каких-то 50 метров и всё. Ну, домики понятные все такие старенькие. Новых строений здесь нету. То есть, видимо, это старое СНТ. Но название, конечно, очень смешное. Карбонат. Очень смешное. Я их ждала вот оттуда, а они едут вот отсюда. А, едут. Три красотки. О, я же говорю, это они. А может, не они? Что-то машина какая-то вроде не та. Да. А, они. Привет. Привет. Я приехала похорить карбонат. Ой, не могу. Итак, друзья, участок прекрасный. Около шести соток. Может быть, даже чуть больше. Пока он не огорожен от соседей. Но всё, так сказать, в будущем будет. Вот эта вот зелёная труба. Это водопровод. Летний, да, Кать? Да. Тут есть плодовые деревья. Уже цветёт. Я не знаю, конечно, что здесь что, но я так думаю, что-то яблоня там, ещё что-то. Где-то там я видела смородину. Всякие, видите, деревья. Вот эти вот, она сказала, трогать не будет. Дом будет потом вот в этой части. Вот где девчонки сейчас находятся. Где вот эта вот бытовочка, умывальник. Здесь потом будет дом. Вот это вот всё снесётся. Вот эти грядочки. Да, кстати, представьте. У нас тут уже есть петрушечка и лучок. Как раз нам сейчас пригодится. А вот эта вот молоденькая, и вот эта вот, наверное, куда-то потом Катюха пересадит. Там тоже какие-то плодовые деревья. В общем, достаточно хороший участок. Прямоугольный или даже, может быть, квадратный. Катя, а участок получается квадратный или прямоугольный? Прямоугольный, ровный. Всё, это всё немаловажно. Всё немаловажно. У нас тут уже стол. Вот девчонки. Наташа делает чай. Взяла с собой термос. Но она любит чай. Ещё я люблю винишко. Столик у нас вот такой вот. На сегодняшний дом. Да. Катюха тоже что-то там занимается. А, режет мясо. Мангальчик мы тут поставили вот такой вот. Маленький пока. Сейчас у нас жарится курица. Все при деле, короче. Все при деле. Так что приехали посмотреть на Катин участок. Я так думаю, что, может быть, Катюха не против. Она нас уже пригласила заранее. Мы будем приезжать чаще. Не видит. Для этого он и был куплен. Для этого он и был куплен. Всё, ребят. Хорошего всем настроения. Солнце. Нам просто повезло с погодой. Солнечная погода. Классно. Так что отлично. Надеюсь, мы хорошо проведём время. Тем более в хорошей компании. У нас шашлычный девичник. Ваш чай. Спасибо. Будем. За прекрасный день. Да, день прекрасный. Очень, очень хороший. Нам повезло с погодой очень прям. Чаёчек уже пьёт. Ну и не надо нам соли. Она же уже идёт. Нет, я имею в виду. У нас уже всё готово. Мира, у тебя нет с собой соли? Соли нету. Нет. Я обычно беру, но в этот раз я что-то... Да, в этот раз я... Курочка готова у нас. Огурчики. Давайте всё-таки откроем, потому что я вообще осталась с ним огурчики поем. Давай. Правда, корнишон, ну что делать-то? Ну что, корнишон. Ничего страшного. У нас свежие большие огурчики. Да. Так, соусики. А это вот мы поставили уже свининку, карбонат. Я не ем, девчонки будут кушать. Друзья, всем желаю приятного аппетита, кто в этот момент собирается тоже кушать. Или кто-то жарит шашлык. Приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Друзья, у Катюхи тут гнездо. И вот мы угадаем, это чьё гнездо? Подскажите, если знаете. Да, напишите в комментариях, что делать вообще. Вот так оно выглядит поближе. Чё, девочки, будем пробовать убирать? Или дождёмся ответа подписчиков? Ну, давайте дождёмся ответа подписчиков. Бывалых дачников. Чё за гнёздышко? Всё, друзья. Всё, друзья. Мы уезжаем с участка. С Катюшиного, девчонки. Мы с вами тоже прощаемся. Но пока не совсем. Мы ещё с Наташей будем ехать в пути. Я её подвезу до места назначения её машины. Место назначения, это нормально так сказано? Пункт назначения. Пункт назначения, где стоит её машина. Всё. А Катюшу мы провожаем. До новых встреч. Мы ещё встретимся на её участке как-нибудь. Уже когда даже ещё и дома не будет. Но когда дом построят, это мы вообще тут будем, мне кажется, просто частые гости. Ну, мы поехали в сторону Москвы. Друзья, только мы выехали, сразу встали в пробку. Вот решили с Наташей поболтать на тему, что люди делают в пробках. Чем вы развлекаете себя в пробках? Вот у нас у Иришки, как у хозяйственной женщины, всё предусмотрено. В мире, как у хозяйственной женщины, есть чипсики в машине, конфетки какие-то, антисептик для рук, салфетки. Есть, так тут у нас навигатор работает, жвачки, тик-так. То есть, всё для комфорта пассажира. Можно послушать радио, как вариант, поболтать. Что ещё? Можно поесть, попить, сосредоточиться на дороге, рассказать друг другу анекдоты. То есть, мы сейчас запишем видео и будем анекдоты друг другу? Ну, видимо, да. Рассказывать. Пишите, друзья, что вы делаете в пробках и как проводите время, пока едете до места назначения. У меня есть ещё вариант. Я знаю, что некоторые слушают аудиокнигу. Вместо радио. Ну, какую-то книгу просто в аудио формате. Да-да-да, точно, да. Юра, например, очень любила аудиокниги. Вот, ключ прям. Да, очень любил. Ему нравилось. А я почему-то, кстати, аудиокниги слушать не умею. Не могу. Они не укладываются у меня в голове. Я вот читать могу. А так, чтобы слушать, нет. У меня что-то вот, ну, никак. Не знаю, почему. Мне нравится музыка. Вот вечером, когда или ночью я возвращаюсь с работы. Мне, чтобы не заснуть за рулем, помогает музыка. А я, кстати, даже перехожу домой, я почти никогда не включаю телевизор. Не то, что мне нравится тишина, а просто я всегда чем-то занята. И мне для этого не обязательно, чтобы был какой-то фон. Угу. А ты? Ну, я в целом, так как работаю с громкой музыкой, люблю, когда дома тишина. Мне нравится, когда тихо. А, да? То есть ты не включаешь музыку в себя? Нет. Только если у меня выходной, и, например, нужно браться или приготовить что-то. Наверное, потому что... Мне хватает на работе, да. Музыки хватает на работе. Дома хочется, чтобы было тихо, комфортно, уютно. Кстати, друзья, а еще расскажите кто-нибудь, кто-нибудь ездит по городу и вообще куда-то за город по навигатору? Или все знают свою дорогу совершенно точно и без навигатора не ищут никаких там путей? Объезда. Объезда. Ну, в Москве это нереально, потому что ты встаешь в пробку каждые там 5 километров. Хорошо, если знаешь какие-то секретные объездные пути. Ты не знаешь, вот как нам сейчас из этого выбраться сейчас? Из-за этой задницы нет, не знаю. Тут нет, да, объезда? Тут, мне кажется, нет объезда, да. Если только были бы крылья у машины. Так, еще мне интересно, знаешь чего, кто какое радио любит в машине, слушает? О, да, кстати. От тебя могу сказать, нравится новое радио, там и ретро, и современное. О, про новое радио, кстати, я слышала хорошее радио, да? Да, классное. Я однажды слышала новое радио, не помню, у кого в машине, мне очень понравилось. А у меня включено всегда энерджи. Ну ты у нас, женщина энергичная. Я не удивлена, что у тебя такое включено. Ой, господи. Еще из молодежных нам предлагают более быстрый маршрут. Like FM какой-нибудь, да, русское радио и дорожное радио. Но дорожное радио в основном старая музыка вся, и она такая спокойная. Если тебя клонит немножко в сон, это не есть гуд, потому что хочется спать. Я, кстати, когда сюда приехала и ждала вас, немножко сказала зрителям, что на дорогах очень много дебилов. Ну, в целом, ты не обманула. Сейчас просто вот прям вот буквально вот пока мы ехали, чуть-чуть вот, ну, так получилось, что мы съезжали с обочины, потому что здесь просто мы выехали как раз. И у нас было направление и сужение дороги, и мы должны быть сейчас влево взять. Проехал пассажирский автобус, просто вот прям вообще по обочине там, наверное, людей, как картошку сейчас трясло. То есть чуть-чуть там и обрывчик, да? Я не знаю, получится этого крошку показать. Как он ехал, мне вообще непонятно, а он с людьми едет. Это пейзажи хорошие. Да, видно чуть-чуть и обрыв. Наверное, на видео не будет видно, насколько он глубокий. Это опасно. Опасно, когда водители нарушают, чтобы уложиться в расписание, везут таким образом людей. Это ужасно. Я против такого. Я тоже против, да. Лучше опоздать. Да, и я против, когда даже в городских маршрутках набивается куча народа положенного по соответствию мест. Чтобы они не стояли. Знаешь, вспомнила поговорку такую. Она в тему, такой немножко черный юмор, но все в тему нашего диалога. Водитель, не спеши, наверху принимают круглосуточно. Ты же сказала, анекдоты будем рассказывать. Такой черный юмор. Будьте аккуратны, друзья. Будьте аккуратны, а мы потихоньку будем двигаться к нашей цели. Всем легких дорог, отсутствие пробок и дешевого бензина. Но это не у нас, не в нашей стране. Все, друзья. Всем хорошего вечера. С вами я, ваша Баба Атас и Натаха. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok